Револьвер на Финам-ФМ, 99,6. В студии Андрей Широков. И сегодня я пригласил для разговора гостя студии Гордеева Дмитрия Павловича, старшего юрисконсульта Фонда Института Экономики Города. Телефон в студии 8495-6510-99,6. Темой сегодня будет ЖК РФ, которому в этом году, в декабре, исполняется уже 10 лет, как его приняла Государственная Дума Российской Федерации. Уже исполняется в этом году 8 плюс 14, 22 года, как началась приватизация жилья в России. Закон 1992 года о приватизации жилья в России. Почему я его вспоминаю? Потому что один закон как бы с другим перемешивается. И жилищный кодекс, он как бы продолжение закона о приватизации, потому что именно закон о приватизации дал старт в России приватизации жилья. И жилье стало из государственной собственности, причем государственной, не муниципальной, именно государственной собственности, переходить в частную собственность, в собственность юридических лиц. Ну и частично, конечно, в собственность осталось на сегодняшний день государственное и муниципальное на жилье. Если мне память не изменяет, Дмитрий Павлович, где-то процентов 10-15 сейчас жилья еще находятся в собственности государства и муниципалитетов. Да, на этом уровне. Мы, когда готовились к сегодняшнему эфиру, мы подумали, что интересно было бы, наверное, слушателям, и мы это во время 40-минутной передачи почувствуем, все-таки пройтись по ЖК РФ и еще раз вспомнить основные мотивы ЖК. И самое главное, все-таки чей же дом многоквартирный сегодня, Дмитрий Павлович? Он принадлежит всем собственникам, собственникам помещений в этом доме. Но собственники вообще через 10 лет после того, как жилищный кодекс уже шагает по стране, понимает ли собственник сегодня, что дом целиком принадлежит ему, собственнику? Я надеюсь, что все-таки большинство собственников помещений, собственников квартир в первую очередь и нежилых помещений тоже, конечно, понимает уже, что ему принадлежит лифт. Что принадлежит не только квартира. Да, давайте пошире. На заре приватизации была такая формулировка «квартира моя, а дом муниципальный». Почему? Потому что закон о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации, он говорил только о приватизации квартир, жилых помещений. Ни слова не было в нем об общем имуществе. Это в законе 92-го года? В законе 92-го года. И в 94-м году, когда был принят гражданский кодекс, вот там появилась статья «общее имущество». Она, собственно говоря, практически не отличается от статьи, которая сейчас в жилищном кодексе, за исключением, там нет земельного участка. И появилось понятие «бремя содержания». Это 94-й год. И вот тогда вот этот переход от собственности на квартиру к обладанию еще неким общим имуществом, на праве общей древой собственности, вот он прошел незаметно. И только по прошествии какого-то времени люди сказали, что незаметно для собственников квартир прошло не только, что общее имущество уже в долях по отношению к площади его квартиры принадлежит на основании общей долевой собственности, но и прошло незаметно, что и время ответственности на содержание общего имущества. Потому что вспомните закон о основах федеральной жилищной политики. Чуть ли не до начала 2000-х годов шел постепенный переход к полной оплате. Потому что люди начинали платить фактически с 5% общих расходов на содержание дома. Постепенно доходили до 100%. Это было достаточно дико. Как это так? Мы должны нести расходы в размере 100%. А сейчас уже, я скажу, что только, пожалуй, Москва осталась единственным городом в России, в котором содержание именно общего имущества на 100% для всех собственников субсидируется за счет бюджета. То есть Москва сегодня доплачивает содержание общего имущества и миллионерам, и среднему классу. И причем доплачивает дважды бедным. Доплачивает один раз, когда доплачивает ставку стоимости квадратного метра. А второй раз, если у вас оплата за жилищно-коммунальные услуги выше 10% совокупного дохода семьи по норме проживания, 18 метров, по-моему, для Москвы, для каждого региона своя норма проживания, то еще и субсидия положена. То есть дважды Москва доплачивает. Но Москва просто владеет большим бюджетом, поэтому она позволяет ей это делать. Хотя я помню, что еще будучи депутатом Городской думы в 1998 году мы давали Лужкову поручение постановлением 48, вот даже вот осталось в памяти, что Москва с 2003 или 2004 года должна была перейти на 100% оплату за жилищно-коммунальные услуги. В дворе уже 14-й год. Но фактически Москва сегодня датирует порядка 45% для собственников единственной квартиры. Но вторая квартира стопроцентна? Да, да, да. Нет, если две квартиры, то обе квартиры стопроцентны. Обе квартиры. Только если единственная квартира, вот тогда идут дотации с бюджетом. То есть собственник в многоквартирном доме должен сегодня понимать, что в собственности у него находится не только квартира, но еще какая-то часть общего имущества. Это абстрактная доля, процент в общем имущества. И по-моему в жилищном кодексе даже целая статья этому посвящена, 36-я, в которой переписывается через запятую. В 36-й статье описан состав общего имущества. В следующих статьях описывается, как рассчитывается эта доля, что это именно отношение площади квартиры к площади всех жилых и нежилых индивидуальных помещений в этом доме. Например, в доме 1000 квадратных метров, небольшой дом, у меня 100 метров квартира, значит у меня будет 10%, потому что 100 к 1000 относится как 10%. Сейчас на практике в больших домах люди владеют, может быть, даже десятыми долями процента. Но это надо говорить о том, что это процент на голосование, на собрании. Да, мы к этому сейчас с вами придем, к собранию, каким образом принимаются решения. Это и доля несения расходов, вот в размере этого процента, этой доли, и это количество голосов, которым обладает собственник. Это не метры, количество голосов, не поднятые руки, а именно процент, долей в общей имуществе, которым обладает каждый собственник помещения в доме. Ну вот мне очень часто приходится в индивидуальных беседах людям образованным, многие даже со степенями научными, техническими, экономическими, объяснять, что многоквартирный дом на сегодняшний день это собственность всех собственников дома. То есть как бы дом один, а хозяев в нем много. И вы все как колхоз, или как акционерное некое общество, имеете каждую свою площадь, и на эту площадь еще причитается и площадь общего имущества многоквартирного дома. Да, эта площадь не выделяется, конечно, в реальных размерах, определяется доля. То есть в квадратном миллиметре ступеньки или земельного участка мне принадлежит определенная доля, там один процент или полпроцента. И, следовательно, вот все собственники многоквартирного дома, они должны как-то быть способны принимать решения по управлению своим домом. Значит, и где же они должны принимать решения по управлению своим домом? Еще в 96-м году в федеральном законе ОТСЖ, правильно было бы его назвать, закон об управлении многоквартирными домами, были все те же три способа управления многоквартирным домом. Была определена процедура принятия решений на общем собрании собственников. То есть объективно, если есть некая общая собственность, значит должен быть механизм принятия решений. В гражданском кодексе в отношении общей собственности там прописана достаточно жесткая формула, что принимаются совместные решения при общем согласии. То есть стопроцентное согласие в реальной жизни многоквартирном доме, когда кто-то сидит в тюрьме, кто-то уехал в командировку в Америку и так далее, стопроцентов достичь невозможно, придумали определенные требования в виде кворума к собранию, некие проценты необходимые для принятия решений. Мне кажется, что все это перетекло из партийно-комсомольской жизни нашей прошлой. Потому что высшим органом управления в партии в Комсомоле был съезд, а в первичных ячейках было собрание. Тут вот как бы к дому все это перетекло, что высший орган управления многоквартирным домом для собственников, для принятия решений это собрание. Да. И все красиво на бумаге, но на самом деле, когда люди начинают собираться на первые собрания в доме, когда еще не вырыбнулась некая там культура взаимоотношений, это просто, значит, ругань всего и вся. В первую очередь власти, которые, значит, заламывают большие размеры платы, потом начинают ругаться между собой. И вот пока вот этот парень выйдет, и люди не поймут, что надо договариваться, дом это подводная лодка. Она не может всплывать и опускаться... Причем очень сложная по техническому своему... Да. Отдельными кубриками она погружаться всплывать не может. Она или вся вместе утонет, или будет куда-то плыть к какому-то пункту на маршруте. И поэтому объективно другого варианта, как выработать совместное решение, устраивающее большинство, потому что решение, устраивающее всех, ну, практически невозможно, только в теории. Вот. Это единственный путь. Ну, насколько мне известно, и как бы я это хорошо очень знаю, что эти нормы жилищного законодательства тоже претерпели изменения во времени, потому что сначала все-таки шли по пути проведения обязательных собраний, причем, я так понимаю, у них есть определенная периодичность, да? Да, должны быть как минимум ежегодные собрания, их инициируют всегда только собственники помещения, сейчас ни управляющая организация не может инициировать, ни товарищество собственников жилья, вот тоже надо отличать, если в доме ТСЖ... Это мы к этому подойдем сейчас с вами, да? Да, просто есть разные институты, общее собрание членов ТСЖ и общее собрание собственников помещения, у них разные правомочия, по разным вопросам они принимают решения, и поэтому, это, кстати говоря, очень плохо, что есть два собрания, вот очень большая проблема. Но, чтобы в доме появилась ТСЖ, как бы коллективный заказчик управления или неких подрядных работ по содержанию дому, надо сначала собрать общее собрание. Конечно, конечно, ведь ТСЖ создается общим собранием собственников. Да, и потом оно регистрируется по определенным правилам. А потом, да, те, кто проголосовал, они становятся членами ТСЖ. Членами ТСЖ. Да, единственная у нас там модель сегодня с вами довольно спорная, и, насколько я знаю, что она сегодня дискутируется, это стопроцентное членство в ТСЖ собственников. У нас сегодня с вами 51% может быть. Вот немножко истории, да, закон о ТСЖ, он как раз предусматривал обязательно членство всех собственников ТСЖ. И в этом был здравый смысл, если бы это было и сейчас, то тогда не было вот этих двух институтов, общего собрания членов ТСЖ и общего собрания собственников. Но Конституционный суд, ну, совершенно, на мой взгляд, по формальным основаниям сказал, что нельзя никого заставить быть членом какой-то организации. Вот здесь Конституционный суд, я как юрист, но все-таки позволю себе прокомментировать решение, неправильно поступил, потому что здесь нет никакого насилия над собственниками. Когда собственник покупает квартиру или становится собственником по другим каким-то основаниям, получил наследство, получил по договору дарения, он уже высказывает свое согласие быть членом коллектива всех собственников. И он должен понимать, что в рамках этого коллектива он должен принимать совместные решения. Но по жизни у нас тоже есть несколько моделей. Ведь есть дома, скажем так, старые, в которых квартиры приватизировались, да. Там механизм потом появления ТСЖ, вот этого коллективного заказчика, коллективного управленца, да, потому что правление уже делегируется определенными правами по уставу. Там был свой механизм через собрание, да, первичного собрания, на которых принимались все решения. А вот новые дома, которые появлялись, да, с нуля построены, я сам проходил через эту процедуру, все документы, которые давались, чтобы будущий собственник подписал для приобретения своей собственности, там и подкладывали сразу решение, что вы в ТСЖ вступили, что вы играете по определенным правилам, и что и управляющая организация у вас будет такая-то и вообще и так далее, и так далее. И человек как бы в эйфории покупателя, да, есть такое вот свойство, неважно, машину вы покупаете, телевизор покупаете, квартиру покупаете, у вас есть некий такой психологический надлом, вот, или психологическая радость, там, любое слово можно сказать, и вы подписываете все, что вам дают. А потом посмотрим. А потом посмотрим. Вот. И вот во втором механизме, там уже в домах, где новое строительство, практически стопроцентные люди, члены ТСЖ, потому что они в первоначале подписали этот пакет. Да чего там, я вот могу рассказать про себя. Давайте. Я тоже покупал пять лет назад квартиру в новом доме по договору долевого участия. Тоже, значит, написал сразу заявление о вступлении в член ТСЖ. Но ТСЖ было создано застройщиком, оно состоит фактически из пяти людей, которых никто никогда не видел. Это ТСЖ на своем первом заседании избрало правление из этих же пяти аффилированных лиц застройщиком. Это мытищи. Вот. И первое заседание правления передать все права управления, управляющие организации, и больше в течение пяти лет ни одного отчетного собрания, ни заседания ревизионной комиссии, ни заседания правления, председателя правления никто в глаза не видел. И вообще ли собственник он в этом доме? Собственник трех квартир, но он там не живет, они у него стоят без хозяина, там из почтового ящика, значит, кипа платежных документов на сотни тысяч рублей уже за эти пять лет. И таким образом идет злоупотребление правом. Как бы есть организация, да, она создана. Второе ТСЖ в этом доме мы создать уже не можем. И дом управляет организацией, которую не мы выбирали собственники, а фактически выбрали члены правления, аффилированные застройщиком. В эфире программа «Револьвер» Финам.ФМ 99.6. Говорим мы о ЖК РФ, что нужно знать собственнику жилья в многоквартирном доме. Не знаю, заинтересовала ли вас глубоко эта передача, но все-таки многие вопросы, которые в ЖК РФ закреплены, сегодня являются для многих собственников вопросами и непониманием, что же все-таки происходит в его доме. И вот мы сейчас дошли до того, что все-таки дом многоквартирный – это собственник всех собственников. Собственники принимают решения на собрании, которые они должны собирать хотя бы раз в год. И для того, чтобы упростить некие процедуры управления в многоквартирном доме, им ЖК РФ рекомендовано, это не обязательно, рекомендовано, создавать товарищеского собственного жилья. И там еще есть форма совета дома, да? Есть три способа управления многоквартирным домом. Это 161-я статья о жилищном кодексе, давайте вспомним. Один из способов управления – это создание действительно товарища собственников жилья. По идее, конечно, в идеале это инициатива самих собственников. Они из своих рядов избирают правление, избирают председателя. И это фактически актив дома, который принимает решения в интересах собственников. Не должно быть такой ситуации, о которой рассказывал я, когда ТСЖ чужое для собственников. И идет какая-то борьба между ними. А два других способа управления – управляющей организацией и непосредственно собственниками помещений. При этих способах управления создается совет многоквартирного дома. И вот есть интересная особенность, о которой хотелось бы рассказать. Когда писалась эта статья, специально сделали так, чтобы совет многоквартирного дома не имел возможности принимать решения вместо общего собрания, которое мы сегодня уже несколько раз вспоминали. Почему? Потому что все-таки должна быть демократия, воля большинства, а не просто какое-то делегирование, какой-то группе лиц, которые не имеют четких полномочий. Ведь не случайно советы многоквартирных домов называют ТСЖ-лайт. То есть это некая апробация сил актива, понимание, кто чего стоит, то просто покричать, кто какой-то конструктивный человек. И когда совет многоквартирного дома в своей работе по контролю за управляющей организацией, по взаимодействию с ресурсоснабжающими организацией, напарывается фактически на то, что они не могут принимать решения, тогда и возникает ситуация. Ребята, создайте тогда ТСЖ. У вас есть люди, которых вы знаете, уже кристаллизовался этот актив. Совет — это прообраз правления. Председатель совета многоквартирного дома — это фактически кандидат в председатель правления ТСЖ. Создайте юрлицо, и тогда у ТСЖ, по сравнению с советом многоквартирного дома, огромные полномочия. Для примера, если нет ТСЖ, то выбор управляющей организации осуществляется на общем собрании собственников помещений. Если есть товарище собственников жилья, то решение о том, выбрать какую-то управляющую организацию заключительный договор о управлении, принимает это решение правление ТСЖ. То есть собрание по уставу делегирует это правлению? — Жилищный кодекс сразу устанавливает вот эту вот возможность принятия решения, например, о выборе управляющей организации. Мы понимаем, что даже в 100-квартирном доме 10 человек или там 9 человек правления собраться могут легче, нежели собрать весь коллектив и набрать необходимый кворум. И потом правление может заседать раз в неделю, два раза в неделю, раз в две недели, как угодно. Они всегда мобильны, всегда на связи и может представитель в любой момент созвать этих людей и принять любое решение. — Ну вот когда закон о фонде реформирования ЖКХ принимался, там одно из условий получения денег для проведения капитального ремонта регионов ставилось как раз повышение процента многоквартирных домов в Российской Федерации, где создано товарищество собственников жилья. Все хорошо, грамотно отчитывались, а потом пошел шум, что огромное количество фиктивных. — Благими намерениями. — И чего здесь вот получили? Почему это произошло? — Здесь просто-напросто сработало то, что людей фактически вынуждали создавать товарищество. Им просто-напросто, ну, почти в открытую муниципалитеты говорили. — Собрание-то собирались хоть создавать эти... — Где-то собирались, где-то просто составлялись протоколы. Но разговор шел приблизительно в таком ключе. Если вы хотите, чтобы ваш дом попал в программу капремонта, нам нужны проценты домов, создавайте ТСЖ, и тогда ваш дом будет включен в программу на капремонт. Если вы отказываетесь, мы тогда возьмем другой дом. И люди соглашались, даже смотрели сквозь пальцы на какие-то фиктивные протоколы только ради того, чтобы их дом капитально отремонтировали. Это, конечно, очень вредная практика, потому что выхолощивается сама идея создания организации, которая нужна собственникам. — Но мы когда говорим с вами, каким образом собираются собрания, давайте перед уходом на перерыв, все-таки вспомним, что есть понятие заочное и очное собрание. Давайте на эту тему поговорим. — Вот сегодняшняя редакция, не буду рассказывать историю. — Да, то, что есть сегодня. — Да. Очное голосование — это когда люди собираются все в одном месте, и вот они друг друга видят, понимают, кто присутствует. Посчитанные голоса — это собрание имеет кворум, допустим, да? И они прямо, глядя в глаза на друг друга, поднимают руку, голосуют своими процентами, которые каждому принадлежит, и определяют, какое большинство по какому вопросу набрано. — Если созванное собрание в очной форме не состоялось, нет кворума, то можно провести собрание в заочной форме, вот здесь вот, внимание, очень важная особенность, только под тем же вопросом, прямо один к одному, которые были вынесены на очное голосование. — Здесь есть даже курьезные случаи. На очное голосование выносится вопрос о количественном составе Совета Дома. Вот такой вопрос на заочное голосование вынести невозможно, потому что он требует обсуждения, поэтому надо выносить голосование о составе Совета Дома в количестве 5 человек. Тогда за, против, воздержался, можно голосовать. — Делаем перерыв, и после перерыва все-таки с вами говорим, что еще заочное собрание можно провести только после того, как провели или огласили очное. — По тем же вопросам. — По тем же вопросам. Перерыв небольшой, видимо, на рекламу. — Револьвер на Финам-ФМ. Ее ведущий Андрей Широков, 99,6. Телефон в студии 8495-6510-99,6. Гость в студии Гордеев Дмитрий Павлович, старший юрисконсульт фонда Института экономики города. — Говорим подробно, поступательно, идем по Жилищному кодексу Российской Федерации, рассматривая, как говорится, цепочку, да, от того, чей дом, как принимаются решения, как выбирается способ управления многоквартирным домом, ну, и все вопросы связаны с многоквартирными домами. — Что-то, Дмитрий Павлович, я вот не вижу какой-то обратной реакции наших слушателей, не звонят, то ли не верят в те собрания, которые проводятся в их многоквартирных домах, то ли просто никто не участвует. — А может быть, все все знают? — То ли все все знают. Знаете, это когда преподаватель на уроке говорит, все все поняли, и тишина. — Да, есть, наверное, вот какой момент. Конечно, тратить силы, время на управление домом, скорее всего, многие не хотят. И, может быть, было бы приятно, когда вот приходишь в дом, там чисто, значит, горит свет, все убрано. — Тепло. — Все системы работают нормально, как говорится, да. — Счет приходит небольшой за ЖК. — Но ведь наверняка многие сталкивались с тем, что они платят регулярно плату, которую им выставляют, а где-то что-то не убрали снег, не убрали листву, не убрали подъезд, не меняется лампочка длительное время, у кого-то холодная батарея, у кого-то, наоборот, она шпарит, что открыта форточка. И люди вообще-то на практике очень часто задают вопрос, почему то, за что я плачу, делается плохо? — А давайте зададим вопрос сами себе. Вот я выхожу во двор, двор у меня не убран, но земля не межевана, к дому не отдано, не отдано управляющей компанией. Кто несет ответственность за чистоту во дворе вот в такой снегопад, который мы сейчас имеем в Москве? Кому претензии? — Здесь работает... — К управляющей организации, я продолжу свой вопрос, или к городской власти? — Здесь работает правило «каждый несет свой чемодан». Если земельный участок входит в состав общего имущества, а для этого нужно только одно, чтобы были его границы, чтобы не от стены и до горизонта, а чтобы были очерчены конкретно границы, и этот земельный участок должен пройти государственный кадастровый учет. Это не региональный, это федеральный кадастровый учет. В этом случае содержание этого земельного участка, горки, песочницы, лавочки для старших и так далее, все это должны организовывать содержание и оплачивать собственники помещений. А в Москве, например, большинство земельных участков не отмежевано, не сформировано. — Я думаю, что это не в Москве, это вообще по всей России проблема-то в основном. — В основном в Москве... — Давайте первой линии, Алексей, послушаем. Видите, обратились к слушателям, и они стали звонить. Алексей, слушаем вас. Добрый вечер. — Слушаем, Вещера. — Добрый вечер. — Вопрос следующий, у меня их два. Первый, у нас в доме есть управляющая компания, как мы можем создать свое ТСЖ. И второй запрос по тарифам, значит, мы платим там заводу определенную сумму, но по городу она в других домах, где нет управляющей компании, совсем другая, то есть отличается. И по постановлению, по правительству города, администрации, там она меньше, чем приходит нам в платежках. Это законно у них такая... — Отвечаем на ваши вопросы, Алексей. Спасибо за вопросы. — Что касается первого вопроса. В доме волей судьбы реализуется способ управления управляющей организацией. Вдруг собственники созрели, есть актив создать ТСЖ. В ЖК есть такая формулировка, что собственники имеют право выбрать или изменить в любое время способ управления многоквартирным домом. Поэтому, если кто-то из собственников, активисты организовывает собрание с поездка дня о создании ТСЖ, если уже подготовлен проект устава, если уже есть кандидатура в правление и председателя, проводится это собрание. И когда принято решение о создании ТСЖ, когда это ТСЖ зарегистрировано в государственном реестре юридических лиц, фактически с этого момента договор управления, заключенный с собственниками, он считается прекращенный в силу закона. Потому что именно закон сказал, в любое время вы имеете право изменить. Не надо ждать окончания 5-летнего или 3-летнего. У нас максимальный срок договора управления 5 лет. Вот не надо ждать окончания этого срока, потому что работает правило в любое время. И собственники реализуют способ управления вновь. И управление может принимать другие решения. Она может привлечь и другую управливающую организацию. Может взять функцию управления на себя и так далее, и так далее. Да, то есть есть массовые вариантов. Вот два слова буквально про это. При наличии ТСЖ есть два варианта. Когда ТСЖ заключает договор о управлении с какой-то управляющей организацией. И второй вариант, когда ТСЖ нанимает подрядчиков, не нанимая одну управляющую организацию. Вот это два варианта. То есть функцию управления берет на себя. А второй вопрос по поводу тарифов. Честно говоря, если в городе один водоканал, для этого водоканала для населения устанавливается один тариф. В случае, когда в городе несколько водоканалов, ну бывает иногда там какое-то предприятие, например, скважины свои имеет, тогда для них будут разные тарифы для водоканала и для этого предприятия. Тогда может быть случай, который описал Алексей, что разные тарифы. Но вообще тариф должен быть на одну организацию, на один водоканал. Один тариф для населения. Уважаемые радиослушатели, мы с Дмитрием Павловичем договорились, что одну из передач по управлению на квартирном доме мы посвятим чистой экономике дома. Как платить за жилищно-коммунальные услуги, кто что утверждает, где сколько стоит, каким образом можно экономить и так далее. Поэтому я думаю, что ответ более плотный на этот вопрос войдет в эту передачу. На второй линии у нас Светлана. Светлана, мы вас слушаем внимательно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Спасибо, что подождали. Радио, минуточку. Да, да, радио приглушите. Спасибо вам за передачу. Я как раз являюсь представителем Совета дома. Ну вот обыкновенная пятиэтажка, хрущеба. Никто не захотел выбираться. Поскольку я здесь живу, я вот согласилась как бы выбраться на эту должность. Вот уже прошло два года. У нас есть управляющая компания, которая в обязательном порядке обязала всех заключить договор. Это бывшая РЭО, которая отсоединила где-то сантехники и прочие дела. Простите, я вам задам быстренько вопрос. Управляющую организацию на собрании выбирали или она была выбрана публичной властью для вашего дома? Публичной властью мы ее не выбирали. Просто обязали всех прийти, подписать с ней договор. И, в общем, короче говоря, у нас теперь и есть наличие. Я просто хочу спросить об одном. Скажите, пожалуйста, вот у нас постоянно выбивает электроэнергию старый дом 64-го года. Я писала им заявление, как представитель Совета Дома, что пора бы, в общем-то, произвести какие-то ремонтные электроработы. Ну да, счетовая. Да, но ответа на это я не получила. Жаловаться, естественно, и нет смысла, только если там мэру писать и прочее. Скажите, пожалуйста, я понимаю, есть такой институт собственников жилья. Я вот слышала по телевизору, можем пойти обучиться, я как бы собираюсь пойти. Вот еще раз попрошу в конце передачи назвать человека, который с вами общался, вот фамилию, имя, отчество, его должность. Очень грамотный специалист. Спасибо. Ну поэтому я его пригласил в студию для этой беседы. Это Гордеев Дмитрий Павлович, старший Рисконстант, фонда Института экономики города. Этот институт или фонд Институт экономики города, правильно, он профессионально занимается нормотворчеством жилищного законодательства в России. А сейчас мы отвечаем на вопрос. Но здесь я хочу добавить еще, Дмитрий Павлович. У меня есть, допустим, примеры, когда жители, кстати говоря, тоже мытищ, обращаются в свою управляющую компанию, точнее управляющую организацию, и говорят, а вот как бы нам вот с мусоропроводом вопросы решить. Да, вот он воняет, и мы вообще вот многие собственники считаем, что его надо закрыть, мы будем все на улицу выносить, в пакетах. На что управляющая организация отвечает очень просто. Но вы найдите того, кто вам это сделает, а мы вам это дело оплатим. Видите, управляющие организации, не выбранные самими собственниками, они очень часто хамят и очень часто негативно относятся, отрицательно относятся к своей работе, и это негативно уже влияет дальнейше на собственников по отношению к управляющим. Они служат не тому господину. Не тому господину, не тот, они не понимают, кто им платит, кто муску заказывает. Вот это как раз то, с чего я хотел начать ответ на вопрос Светланы. Управляющая организация в общем случае, в самом большом числе случаев, должна выбираться на общем собрании собственников помещений. Таких организаций, ну редко, когда одна все-таки в каких-то маленьких поселениях, в основном их несколько. И надо выбирать и в первую очередь, наверное, по качеству, по добросовестности, как они относятся к собственникам помещений. Есть одно очень важное положение. Условия договора управления вырабатываются на общем собрании. То есть, вот тот договор управления, который вам дают подписывать, он должен быть просто полностью проголосован собственником. Он должен прилагаться к тексту протокола общего собрания. Вот прямо позволю себе, чтобы процитировать ЖК, чтобы люди поняли. Договор заключается на условиях, указанных в решении общего собрания. То есть, если в протоколе одна страничка, а вам принесли пять страниц, или наоборот, значит, договор заключен не на тех условиях, и его не надо подписывать, он фактически филькина грамота. А вот что касается выполнения работ, сейчас принято постановление правительства, которому утвержден минимальный перечень работы и услуг. И даже если в договоре есть какие-то упущения, что-то не написано. Там написано, что управляющая организация обязана делать регулярные осмотры, сама выявлять, например, те же нарушения с электропроводкой, с электрооборудованием, почему у вас там проблемы со светом. И написано, вот такая формировка, при выявлении недостатков их устранение. Поэтому, если эта управляющая организация не делает, даже за ту плату, которая сегодня вносится в вашем доме, можно писать не главе города, лучше написать в государственную жилищную инспекцию, субъекту федерации. На котором жилищным кодексом наложены определенные функции по контролю. Должен прийти инспектор, осуществить проверку, дать предписание устранить недостатки, при необходимости наложить штраф или на организацию, или на должностное лицо директора управляющей организации. Вот, и сейчас предполагается введение лицензирования деятельности управляющих организаций. Но это еще спорный момент, как бы обсуждается пока. И вот, если это будет сделано, и там предлагается даже наказывать не управляющие организации, а только должностных лиц, это фактически придет к тому, что должностное лицо может быть дисквалифицировано. То есть, директор управляющей организации получит волчий билет. Он не сможет быть директором управляющей организации, а пойдет работать в какую-то другую сферу. У нас Андрей на первой линии, послушаем, а потом я продолжу разговор по теме взаимоотношений управляющей организацией и собственникам многоквартирного дома. Андрей, мы вас слушаем, добрый вечер, спасибо, что подождали. Организация ЕРЦ называется, Единый инфрационный расчетный центр. Вот по моим ощущениям, эта организация, с которой многие управляющие компании заключают договора, она имеет на цену порядка 25%. Что вы скажете на это, это первый вопрос. Второй вопрос, может ли управляющая компания заключать договора напрямую с такими организациями, как МАЭК и ИЖИСНИМИ? Ну, давайте ответим, наверное, с вами. При ЕРЦ сначала. ЕРЦ выбирается действительно управляющей организацией. Это Единый инфрационный расчетный центр. Они могут быть аналитические центры, названия варьируются разные. Но, что важно понимать, не может ни губернатор, ни президент Российской Федерации, ни глава города сказать, в нашем городе, в нашем регионе и так далее, все заключают договоры с ЕРЦ. Это воля управляющей организации. Причем, если она делает начисление платежей, доставку платежных документов дешевле, то ей нет смысла... Дмитрий Павлович, вот как хотелось бы то, что вы говорите, чтобы это было в реальной жизни. Насколько я знаю, во многих субъектах Российской Федерации, во многих муниципалитетах самая большая борьба после прихода нового руководителя вокруг ЕРЦ. Потому что там концентрируются все расчеты, все финансы, все вопросы, связанные с жилищно-коммунальными платежами соответствующего муниципального формирования. Давайте Тверь с вами вспомним, там до стрельбы доходили. Вы знаете, даже в Москве, где существует государственное бюджетное учреждение инженерной службы, ГУИСы так называемые, есть дома, которые самостоятельно начисляют плату. Это в основном дома ЖСК, ТСЖ, но такие дома есть. Это как раз подтверждает мои слова. Но власть, как правило, публичная власть хочет навязать расчетные кассовые центры, потому что тогда она получает определенный контроль за финансовыми потоками. Ведь оплата жилищно-коммунальных услуг в городе в год сопоставима с бюджетом города, фактически. И если создать свою организацию или аффилированное, или как в Москве, бюджетное учреждение, финансируемое из бюджета, то можно контролировать эти потоки. Например, открыть банковский счет, не будем называть в каком банке, и все деньги будут концентрироваться там и какое-то время там зависать. А это же... Что касается договоров с МАЭКом или другими ресурсоснабжающими организациями, есть очень одна важная функция управляющей организации. Она должна по всем коммунальным услугам приобретать и воду, холодную, горячую, и тепло, и электрическую энергию, и газ, и продавать вот эти товары, это товары на самом деле, в доме, как свои. Это ее обязанность. Она уже не товар продает, она уже предоставляет жилищно-коммунальную услугу, коммунальную услугу. Но из крана-то потечет куб воды. Да, но меня не интересует температура батареи, меня интересует температура помещения 24 градуса. Поэтому я бы сказал, не просто имеет ли право управляющая организация, она обязана заключать договор с теплоснабжающей, водоснабжающей, газоэлектроснабжающей организацией для того, чтобы в доме были все коммунальные услуги. В эфире программа «Револьверы», ее ведущий Андрей Широков, гость передачи Гордеев Дмитрий Павлович, старший юрисконсульт фонда Института экономики города. Говорим с вами о многоквартирных домах, о собственниках, взаимоотношениях с управляющими организациями и все, что относится к жилищному законодательству Российской Федерации в части управления. На линию у нас, Алексей, мы вас слушаем. Время у нас остается немного, поэтому давайте короткий вопрос, и мы постараемся ответить. Я вам уже звонил, два вопроса задавал. У меня теперь к следующему вопросу. Минимальные требования для создания ТСЖ. И вот по тарифам у нас один мост-ходный канал. Соответственно, в обычных хрущевках стоит там одна сумма, а у нас на 30% больше. Вы, Алексей, давайте сразу отвечать. Значит, по ТСЖ сейчас Дмитрий Павлович ответит, а по тарифам, просто вы не путаете понятие тариф и платеж. И стоимость. Это разные вещи. Нет, ну стоимость. Стоимость. Стоимость, это мы умножили объем на тариф. Нет, нет, да. То есть стоимость закупок, вот так. Нет, стоимость закупок во всей Москве, в данном случае, если вы говорите от Мосводоканали, одна и та же. А вот в платежке дома Ленинский проспект, дом 16 и Ленинский проспект, дом 18, может быть разное. Потому что вы потребили... Это законно? Да, вы потребили разное количество воды. Но тариф должен быть... Но тариф один. Тариф один. Вот, так я в том-то говорю, что в платежках тариф именно указан разный. Не количество, а именно тариф. Потому что моя мама живет в Хрущевке, у нее стоят 135, а у нас там 165. Нормативы разные могут быть, это да. Но что касается тарифа, уточните, пожалуйста, только один вопрос у себя на месте. Является ли это тариф для одной и той же организации водоснабжения, организации, или это разные водоканалы? Водоканал Московский, в данном случае. Нет, то это у нас область, это у нас один водоканал. Странно, странно. Ну так куда жаловаться-то, и кто... Значит, управляющая организация должна пояснить просто все это. Можно обратиться и к управляющей организации с вопросом. Вот я вам сейчас его сформулирую. Укажите, пожалуйста, нормативный правовой акт, которым утверждены соответствующие тарифы. Тот и тот. Вот в этих двух домах. Если она вам... А что является актом, то есть постановление там... Просто постановление правительства города, я его находил на сайте. Нет, нет, нет. Это постановление регулирующего органа субъекта федерации. Обычно это РЭК называлось раньше, региональная энергетическая комиссия. А что касается вашего вопроса о условиях создания ТСЖ, я бы сказал, самое главное условие – это наличие актива и некое соглашение, некий консенсус. Если раздрай 50 на 50, 50 за красных, 50 за белых, то толку не будет, будет одно только перетягивание каната. Сколько человек должно быть на собрании, чтобы... 51%... Значит, членам ТСЖ, это собственники, которые голосуют за создание ТСЖ, должно принадлежать не менее половины доли участия. То есть им должно принадлежать не менее половины площадей в доме. А считается по количеству квартир или по количеству площадей? Площадей в квадратных метрах. В квадратных метрах, понятно. Спасибо. Спасибо за вопрос. Дмитрий Павлович, давайте с вами еще раз повторим. Все-таки собственникам многоквартирного дома, тот, который единый как объект, но имеет много собственников по квартирным, принадлежат лифт, лестница, крыша, подъезд. Все, что перечислено в 36-й статье ЖК РФ, да? И мы еще раз с вами поясним слушателям, что в самой квартире унитазы, ванны, раковины, газовая плита, смесители, люстра, телевизор. Это чья собственность уже? Это индивидуальная собственность собственника квартиры. Да, потому что очень часто собственники квартир имеют претензии к управляющим организациям по своему имуществу. Внутри говорят, мы же за все заплатили, а что ты пришел мне кран менять за мои отдельные деньги? Только в отношении общего имущества, стыки, радиаторы, лестничные клетки, уборка, лифты. Вот в отношении этого принимаются совместные решения и принимаются решения об управлении домом. Что касается моя люстра, мой телевизор, мой смеситель, это что я хочу, то и покупаю. Да, да. То есть вот это четко надо делить и понимать, что собственность моя и что собственность общедалевая. И это четко надо понимать при страховании общего имущества, правильно? Что страхуем мы внутри квартиры, это мое, и что страхуется как общедалевое имущество. Но оно добровольное. Да, добровольная галочка ставится у нас в Москве и во многих субъектах Российской Федерации. В эфире программа «Револьвер» 99,6. Телефон в студию уже не объявляю, потому что мы заканчиваем. Вел ее Андрей Широков. Гостем у меня был Гордеев Дмитрий Павлович, старший юрисконс...